Не на словах, а на деле. В 2023-м в Могилёвской области продолжается реализация госпрограммы «Образование и молодёжная политика». Результаты проделанной работы и перспективы в этой сфере на примере 84-го детского сада обсуждают представители депутатского корпуса на выездной сессии Могилёвского областного совета депутатов. Очень важно при этом, чтобы родители детей, которые сюда ходят, посещают этот детский сад, понимали, что это обходится государству и понимали, что государство, наше социально направленное, обеспечивает полноценное воспитание детей. Каждый ребёночек обходится бюджетом в 4900 рублей в год. Ещё один хороший пример реализации программы – современная 35-я школа имени Павла Батова. С 1 сентября здесь внедряют экспериментальное меню. Медболлы с сыром, наггетсы, творожные пончики – всё то, что так любят дети. Народные избранники на дегустации отмечают – некоторые блюда даже вкуснее, чем домашние. Мы придём к той цели – сохранение здоровья, привитие вкусовых качеств детям, культуры определённой в питании, потому что всё-таки правильное питание – это залог здоровья, а залог здоровья – это залог счастливой нации. Здоровые дети – будущее страны, поэтому большое внимание уделяется спортивному комплексу. Депутатский корпус дарит подарки – волейбольные и футбольные мячи. Я думаю, что они будут способствовать укреплению материально-технической базы вашего спортивного зала. Мы, конечно, будем работать на результатах. А вам, ребята, удачи. Ещё одна тема для обсуждений – профессиональное будущее молодых людей. Бобруйский громаж – в этом отличный пример. Здесь хорошие условия труда, достойная зарплата и дружный коллектив. Руководство сделает всё возможное, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Холдинг уже доказал всему миру – белорусской технике можно доверять на все сто. Создаются все необходимые условия на предприятиях нашей области для того, чтобы эти ребята не только отработали тот период времени, который необходим, но и закрепились, остались в тех коллективах. Далее делегация отправляется на флагман белорусской деревообрабатывающей промышленности – фондок. Здесь не только экскурс, но и демонстрация процесса и результаты производства. Один из брендов, который узнаваем не только в республике, но и далеко за её пределами. Неимоверно приятно познакомиться с предприятием, посмотреть на процесс промышленной изнутри, ну и, конечно же, увидеть результаты этого труда. Эта мебель не просто красивая, экологичная, но ещё очень доступная, в том числе и для всех наших организаций. На заседании Могилёвского областного совета депутатов принимают важные решения. Одно из них касается аренды и безвозмездного пользования имуществом. Теперь возможно предоставление торговых площадок пользования отечественным производителем без аукциона и применение повышающего коэффициента. И это только часть новаций. Приятно отметить, что принято решение по Могилёвской области, единый подход сформирован, что является гражданской инициативой, какой количественный состав подразумевает эта гражданская инициатива, положение разработано. На повестке дня также изменения административно-территориального устройства Могилёва и района. Помимо того, обсудили вопрос о выплатах за счёт средств областного бюджета спортсменам национальных и сборных команд. Все детали нормативной базы разложили по полочкам. Каждое принятое решение – это шаг к перспективному будущему.